Дети Божьи 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 Царь всей земли Пойдите все разумно Пойте все разумно Бог воцарился над народами Бог воссел на святом престоле своем Князья народов Собрались к народу Бога Авраамова Ибо щиты земли Божьи Он Превознесен над ними Мы говорим о том, что эта страна подошла к очень ответственному рубежу, когда будет проходить голосование и народ будет выбирать себе президента. Я хотел бы, чтобы церковь в этот момент направила свой взор на того, кто является действительно царем. Не только в этой стране, но царем всей земли. Тот, который поставляет царей на местах, тот, который видит все, что происходит на земле, тот, который руководит странами-государствами, который имеет щиты, которыми он может защитить какую-то страну или наоборот обнажить ее перед врагами. Я хочу, чтобы церковь в этот день также молилась о том, чтобы мы просили у Господа, чтобы Господь послал благословение в том, что будет происходить. Какой бы президент ни был, мы хотим, чтобы страна эта в первую очередь возвращалась к Господу, чтобы она смотрела на основного царя, чтобы она взыскала того царя, который действительно правит, который действительно в руках своих имеет власть и имеет намерения добрые. Добрые ко всем нам, особенно к церкви, особенно к детям Божьим. У него намерения самые добрые, но у него намерения, они добрые ко всем людям, которые могут услышать Слово Божие, которые могут принять этот зов благодати, прийти к Нему, обратиться к Нему, стать детьми Божьими. И тогда уже нас абсолютно не будет волновать, не будет беспокоить, кто является нашим земным царем, куда идет наша страна, куда идет наше правительство, потому что мы знаем, куда мы идем. Наш путь, он не зависит от того, как идет эта страна, каким направлением движется эта страна. Конечно же мы хотим благоденствия, конечно же мы хотим мирного неба над головой, мы всего этого хотим, и мы хотим, чтобы правители слышали голос Божий и могли таким образом управлять наш взор на Господа, потому что Господь правит всей землей, и в том числе и этой страной. Так мы начинаем с общего пения, гимн номер 216, Благодатная скала. Благодатная скала Благодатная скала Благодатная скала Я пришел к тебе, мой Бог, я был вах и ты одел, я был беден, ты в удел, дал мне дивный твой чертов. Благодатная скала Дорогой Господь! Боже мой, Ты можешь вселить в наше сердце покой и мир, Господи, потому что Ты даешь нам понять, что мы находимся в Твоей святой руке. Мы находимся всегда под Твоей защитой и охраной. Все то, что происходит в нашей жизни, Господь, это есть Твое изволение, Твоя воля, Господь, Твое благословение. Боже мой, иногда нам кажутся эти благословения тяжелыми или удручающими. Боже мой, мы должны понимать, что Слово Твое, оно открывает нам, что все, что происходит в жизни святых Твоих, Господи, все это для блага человека. Боже мой, позволь нам принимать это таким образом. Господи, мы благодарны Тебе за то, что у нас есть Царство, которое Ты создал, которое Ты расположил уже сейчас здесь на земле в лице Церкви Твоей. Господь, это посольство Царства Небесного, в котором мы уже находимся, Господи, мы являемся гражданами Великой Небесной страны. Господь, слава Тебе и благодарность. Мы понимаем, что, находясь, живя здесь, в этой стране, мы находимся, Господи, возможно, под воздействием этих властей, которые сейчас будут избираться в этой стране. Но, Боже мой, Твоя сила, она превыше всех сил властей земных, Господи. Мы просим и моляем, Ты благослови нас, чтобы в этой ситуации мы мудро, Господи, рассуждали, чтобы мы, Господь, правильные принимали решения. Но больше всего, Господи, дай нам никогда не сводить взор с того Царя, который действительно правит, который имеет всю власть в своих руках, которому покорятся все князья, все цари земные. Господь, мы знаем это. Мы ждем и ожидаем этого момента, Господь, с радостью. И помоги, Боже мой, когда мы идем этим путем, следование за Тобой, Господи, чтобы мы могли показать этот свет, свет этого нового царства, свет великого Царя, тем людям, которые находятся вокруг нас, тем людям, которые сейчас нервничают или переживают, потому что боятся, что, может быть, будет негодный правитель в этой стране. Господи, Ты благослови, чтобы люди в этом или через это взыскали того Царя, который всегда правильно правит, который всегда является добрым, милосердным правителем, который всегда, Господи, является честным судьей, Господи, у которого нет, Боже мой, корости, у которого нет предрассудков. Мы просим, умоляем, Господи, дай, чтобы через эти обстоятельства эта страна по-новому взыскала Тебя. Это наша основная просьба, Господи. Это то, о чем Церковь Твоя должна молиться, чтобы люди, которые живут здесь, чтобы они по-новому взыскали Тебя, Господа нашего. Того, на котором было устроено это царство, Господь, на котором было устроено это государство, мы просим, умоляем, благослови, чтобы страна вернулась к истокам христианства. Боже мой, мы просим Тебя об этом. Мы также просим Тебя, Господи, чтобы дети наши, чтобы те люди, которые находятся вокруг нас, они, Господи, также являлись светом и примером для других людей. Боже мой, мы просим, умоляем, дай, чтобы церковь Твоя была примером, чтобы церковь Твоя светила ярко в этом мире, Господь. И тогда мир будет видеть правильный путь, правильное направление. Мы обращаемся к Тебе, потому что понимаем, что в Твоих руках находится все, все управления, все, Господь, весь мир, все находится у Тебя. Благословенно имя Твое, Господа нашего, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. И еще споем 128 гимн с хвалой к Отцу Небесному. Сволой к Отцу Небесному я сердце возношу, Ему, Творцу чудесному, всю славу приношу. Понес Христос мучение и смерть в любви ко мне, Он, дав свое спасение, просил меня в волне. Я без благодарения пою его любви, Хвала за дар прощения за мочи во крови. И ты, о друг, возлюбленный, Вступи в союз с Христом, И в нем и ты ископленный, Стремись идти с Христом. Пусть все во мне служителя Господнего найдут, И к нашему Учителю через жизнь мое придут. Пойдет с благословением мы всех стопам Отца, Он пусть с благословением нам будет до конца. Дорогой Господь, мы поем о том, чтобы Ты был благословением нашим во все дни нашей жизни. Господь, и действительно так это. Поэтому мы приходим к Тебе во всех обстоятельствах, Господь, мы взываем к Тебе, к Твоему имени. Когда кто-то болеет, когда кто-то страдает, когда кто-то находится в переживаниях, в мучениях, Господи, или растерялся, не знает, каким образом дальше жить, как дальше идти, Боже мой, мы всегда имеем Тебя. Мы можем обратиться к Тебе в молитве, и Ты говоришь, что Ты услышишь молитву, Господи, и Ты пошлешь ответ в свое время каждому, Господи, кто взывает к Тебе. И мы просим, умоляем, сейчас услышь молитву Церкви Твоей, Господи, и благослови весь ход этого служения. Мы все приносим это к Тебе, как жертву благодатную. Благослови, Господь, участников служения, благослови хористов, музыкантов, певцов, Господи, благослови тех, кто будет говорить стихотворение, кто будет молиться Тебе. Господи, мы просим, благослови проповедников, чтобы они передали Слово Твое, Господи, как Ты хочешь это передать, Господи, чтобы мы, а мы были способны слышать. Открой уши наши для внимания к Слову Твоему, Господи, к тому, что Ты хочешь сказать Церкви Твоей. Благослови весь ход этого служения. Благослови, Боже мой, во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Пожалуйста, садитесь, проповедь скажет Дмитрий Назаренко. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас сегодня, в этот воскресный день. Желание моего сердца сегодня читать Слово Божье, которое записано в книге «Деяния святых апостолов», в 16 главе, мы будем читать 30-31 стих. «Деяния святых апостолов», 16 глава, 30-31 стихи. И выведший их вон, сказал «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься Ты, и весь дом Твой». Эту историю мы все хорошо знаем. История эта библейская повествует нам о том, что апостол Павел и Сила, его сотрудник, были миссионерами, и они занимались миссионерской работой. И в это время, в которое описывает эта история, они находились в городе Филиппы. И когда они ходили по городу и проповедовали Слово Божье, за ними ходила одна женщина, которая была одержима духом прорицательным. И она постоянно преследовала их и все время говорила, что вот мужи Божьи, которые возвещают, рабы Божьи, которые возвещают спасение, путь ко спасению. Это делала она очень долгое время. И апостолу Павлу, ну скажем так, надоело слушать эту женщину. Он очень сильно рассердился и обратился к духу нечистому, который был в этой женщине. И сказал, во имя Иисуса Христа, выйди из этой женщины. И он вышел. Эта женщина была исцелена. Но те люди, которые имели доход и имели бизнес, очень неплохой бизнес от тех способностей, скажем так, которые имела эта женщина, они потеряли свой доход. И они сильно рассердились, схватили апостола Павла, силу, и притянули их к городским властям, и осудили их, обвинили их в том, что они возмущают народ, и в том, что они проповедуют те, скажем так, те устои, те верования, которые были чужды римским гражданам. Ну, вы знаете, что их побили палками и заточили их в темницу. И тот офицер, который этим всем руководил, написано, что он даже одел им деревянные колодки на ноги. То есть это было очень серьезно для них. И вот в 12 часов ночи, в полночь, они, апостол Павел и Сила, они молились. И пели, воспевали Богу хвалебные песни. Так что узники, которые там были, все арестанты, которые там находились, они слушали тоже. И вот случилась непредвиденная ситуация. Произошло очень большое землетрясение. Как раз в тот момент, когда они воспевали Бога. И когда произошло это землетрясение, написано, что поколебалось основание этой темницы, этой тюрьмы. И все двери каким-то чудесным образом, они просто отворились, распахнулись. И оковы, все эти колодки деревянные, они все, все цепи, которые на них были, они упали. И вот этот страж, этот офицер, который в это время спал, он проснулся, пробудился и очень сильно испугался, потому что серьезная ситуация была. Он прибежал и думал, что узники убежали. И вот в этом порыве страха, отчаяния, он хотел лишить себя жизни. Но апостол Павел, имея мудрость от Бога, он увидел в нем это намерение и начал усиленно кричать ему, не делая себе этого зла, потому что мы никуда не убежали, мы здесь. И когда этот офицер подошел к ним, написано, что он в трепете припал к апостолу Павлу и к силе и спросил их, «Государи мои, что мне делать?» Вот мы это даже можем прочитать в 29 стихе, с 29 стиха этой же главы. «Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и силе, и выбедший их вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И вот они ему говорят, что веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И дальше произошли события, он привел их домой, они проповедовали у него дома, всем домашним. И он, и все домашние, скажем так, покаялись. Они приняли Иисуса Христа верой и получили дар прощения грехов и спасения. И даже они крестились в это же самое время. Знаете, и вот эта фраза, я думал, размышлял над этим, вот эта фраза, «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Вот лично мне, не знаю, как вам, мне очень часто эту фразу говорили многие люди в моей жизни. И я воспользовался этой возможностью обратиться к Богу. И я исполнил то, что заключалось в этой фразе. Но пришло время, когда я уже сам начал говорить эту фразу другим людям. А ведь вот это слово, само слово «спасение» в древнегреческом языке, оно звучит как «сотерия». Это корень этого слова. Оно в себе имеет очень много значений. Не только значение освобождения от грехов или получение спасения, вот как мы это думаем, вот как мы это все знаем, получение прощения грехов. Не только это. Оно еще означает, что спасение, сотерия, это значит еще и спасение от смерти. Освобождение от смерти. Это освобождение от каких-то проблемных жизненных ситуаций. Это сохранение жизни. Это освобождение и избавление от чего-то такого, что причиняет очень большие страдания человеку, включая и болезни. И вот тогда, в то время, была критическая ситуация в жизни вот этого темничного стража, офицера. У него была проблема, потому что он посчитал, что узники убежали. Произошла из ряда вон выходящая ситуация. И он, естественно, что в такой ситуации, когда приходит проблема в жизнь человека, приходит и страх. Страх очень сильно начинает стучать в двери сердца человека. И вот в этот момент нужно не поддаться этому страху. Этот офицер, он поддался страху. И апостол Павел, он увидел в нем этот страх. И он сказал, ты победишь этот страх. Ты победишь и одержишь победу над этой проблемой. И получишь спасение и дар вечной жизни только при одном условии. Если ты поверишь, доверишься Господу Иисусу Христу. И действительно, выход из нашей проблемы, из любой, какая бы проблема ни была в нашей жизни, это вера в Иисуса Христа. Я вам расскажу историю. Знаете, в моей жизни, ну, как я уже сказал в начале, разные были ситуации. Мне приходилось очень часто говорить эти слова. Веруй в Господа, в Иисуса Христа спасешься ты и весь дом твой. Но мне запомнился очень один случай, который, ну, я думаю, что на всю жизнь его запомнил. Я сказал эту фразу людям, которые были порабощены наркотиками, чья жизнь, она была разрушена до основания. Как это все получилось? В то время я был студентом богословской семинарии. И так вот вышло, что я учился на отделении, миссионерском отделении и изучал, очень ревностно и усиленно изучал проблемы построения церкви. Я изучал то, как нужно созидать новые церкви. И, конечно, у нас, у студентов была обязанность практиковаться, то есть заниматься какой-то миссионерской работой, евангелизмом. То есть это было условие хорошей учебы. И вот, когда я начал заниматься в моем сердце, я слышал все время вот какой-то внутренний голос. Это говорил Бог ко мне. Он все время мне говорил, кто пойдет? Кто пойдет? Кто пойдет? Я сначала не понимал, что это такое, что это значит, кто пойдет. Но случилось так, что однажды я проходил, шел дорогой в семинарию из города, а семинария находилась на окраине города. Кто вот живет в Одессе, знают этот поселок Шевченко, Куяльник. И я проходил мимо села или деревни, которая называется Корсунцы. И в то время, когда я учился, в этом селе очень, ну, была, скажем так, была точка сбыта наркотиков. То есть там был очень системный этот бизнес. И туда стекались молодые люди по 20, по 18, по 16 лет, чтобы приобрести себе эту дозу со всей Одесской области. Это были толпы людей, они там ночевали, они там находились, даже умирали там, под стенами вот этого, скажем так, этого села. И мне все время вот этот голос говорил, кто пойдет? Кто пойдет? Кто пойдет? Он покоя мне не давал, этот голос. И я понял, что я должен идти. Должен идти туда. И там возвещать Слово Божье. И я пошел. Знаете, дорогие друзья, это было очень сложно, честно говоря, потому что это было очень в то время криминальное, скажем так, время. Это был бандитизм, это были эти сутенеры, которые спонсировали и помогали этим бедным людям купить дозу себе. И это была реальная сила. И милиция в то время, она была также задействована в этих махинациях. Но, тем не менее, я победил страх. Вот Бог мне все время говорил, ты должен идти, ты должен идти. Кто пойдет? Кто пойдет? Я познакомился с одной девушкой, которая была, скажем так, вожаком среди молодежи. В основном это все были девушки. И они занимались, скажем так, блудом. Не буду это слово говорить, потому что здесь детки. Они стояли на трассе и ждали, что подъедет к ним машина и заберет их. И таким образом они зарабатывали себе деньги на очередную дозу. Они все были наркоманками. И я познакомился с вожаком вот этой группы. И, к сожалению, эта девушка, она уже была больна. У нее была, она была уже ВИЧ-инфицированной. И практически 60% этих всех людей, они были ВИЧ-инфицированы. Они, скажем так, доживали уже последние дни свои. В то время еще медицина не могла лечить это заболевание, вот как сейчас. И многие просто умирали. Просто умирали, лежа на траве. Я ходил к этим людям. Я говорил им Слово Божье. Я приводил их в церковь. Однажды я привел девушку в церковь, и она заснула прямо на полу. И люди не понимали, для чего я это делаю. И братья и сестры мне говорили, ты не должен этого делать. Они останавливали меня. Зачем ты приводишь их? Но я не мог, потому что кто пойдет? Бог говорил, кто пойдет? И случилось так, что эта девушка, ее звали Юля, она все-таки обратилась к Богу. Мы молились вместе с ней. И она открыла свое сердце Богу и пришла к вере. Но в тот момент, когда это произошло, у нее обострилось ее состояние здоровья, ее положили в больницу, и в скорости через несколько дней она ушла в вечность. И я запомнил, к чему я это говорю. Я запомнил вот этот момент, когда я пришел к ее, скажем так, подопечным, к этим девушкам и парням, которыми она руководила. И я пришел и с намерением сказать им о ее смерти. Они не знали еще, что она ушла в вечность. И я как сейчас помню, что это был вечер, и мы шли вместе по трассе, мимо этого поселка Корсунцы. И эта трасса, это как фри-вей. Чтобы вам было понятно. Мы шли по обочине, в свете фонарей, темно уже было. И я решился сказать им, что вот Юля, ваша подруга, она умерла. И когда я это сказал, я увидел, что к ним пришел сразу страх. Они побледнели все, стали бледными, понурыми. Они шли, и казалось, что страх настолько их сковал. Это было молчание, вот 10-минутное молчание. Мы шли, и 10 минут все молчали. И когда прошло вот эти 10 минут, одна девушка, она очень сильно в таком стрессе, скажем так, в отчаянии начала кричать. Мы все погибнем, мы не спасемся, мы все погибнем, мы обречены. И все тоже начали подхватывать этот ее крик. Это была вот такая накаленная ситуация, обстановка. И тогда я им сказал, начал кричать в ответ вот эту фразу. Веруйте в Господа Иисуса Христа, и вы не погибнете, и будете спасены. Дорогие друзья, я знаю, что многие из этих девушек и парней, они обратились к Богу, они покаялись. И та девушка, которую я привел в церкви, и которая спала буквально на полу все собрание, она тоже пришла к Богу. Она открыла свое сердце, только в другой церкви уже. И когда она вышла, она всем объявила, что она наркоманка, и что она хочет освободиться. И приняла Иисуса Христа своим Спасителем. Знаете, вот этот пример в моей жизни, я хочу сказать, что какая бы у вас ни была проблема, что бы в вашей жизни ни случилось, возможно, вы обанкротились, возможно, что в вашем сердце есть тяжесть греха, возможно, что вы больны очень серьезной болезнью. Не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, потому что у вас есть Слово Божие. И оно говорит, что веруй в Господа Иисуса Христа, и Он даст тебе вот этот путь спасения. Веруй, значит, доверься Ему. Доверься на все сто процентов. И ожидай с верой от Него избавления. Итак, дорогие друзья, на этой нотке я закончу свою проповедь. Я призываю вас всех помолиться и прославить Бога. Слово Божие. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо Тебе за это, дорогой наш Бог. Мы нуждаемся в Тебе каждый день, Господи. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты каждый день руководил нас, чтобы Ты направлял нашу жизнь в том направлении, которое приведет нас в конечном итоге, в Царство Твое, к вечной жизни. Благослови, Господи, каждого из нас и помоги нам, Господи, с верой проходить это земное поприще, с верой жить, Господи, чтобы вера, она была всегда в нашем сердце, у нас на устах, в наших мыслях, чтобы, Господи, мы не боялись, если в нашей жизни приходят проблемы и трудности, чтобы мы побеждали эти трудности благодаря Твоей вере, Твоему Слову и Твоей силе, Духа Святого. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Приветствую вас, братья и сестры. У меня объявление к молодежи и также и к вам. После собрания все подростки и все, кто молодежь, пожалуйста, давайте мы соберемся в верхней нашей комнате, нам нужно поговорить о рождественской программе и о том, что возможно у нас получится сделать рождественскую сценку. Так что, пожалуйста, родители, после собрания сразу не уезжайте, чтобы ваши детки могли вместе с нами собраться. И второе объявление. Вот вы видите такая очень красивая картинка яблочного пирога. Так что сегодня после собрания мы делаем фандрейзер для молодежи, в том числе и на рождественскую программу. Они очень трудились и спекли вот такие яблочные пироги. Так что после собрания у вас будет возможность, чтобы взять один себе домой и его попробовать. Так что извиняюсь, что вам аппетит нагоняю, но мы очень будем благодарны вам, если вы это приобретете. Спасибо. Мы будем готовиться участвовать в материальном служении. Пожалуйста, братья, приготовьтесь, которые совершают сбор. Это первое воскресенье месяца. Многие, я знаю, подвязаются в тем, чтобы участвовать в служении десятиной. Так что, пожалуйста, приготовьтесь к этому служению. Музыканты также можете готовиться. У нас сегодня немного объявлений. Ноябрь – это месяц благодарственных молитв или месяц благодарения. Мы молимся и благодарим Господу за все то, что Он делает для нас, как для нашего тела, для нашей жизни здесь на земле, так и для души нашей, совершив спасение и подарив нам вечную жизнь. Месяц благодарственной молитвы. И 24 ноября, в день благодарения, в четверг в 8 утра будет утреннее молитвенное служение, молитвенное служение благодарения. Пожалуйста, можете себе уже заметить, в 8 часов утра, в день благодарения, мы собираемся здесь, в церкви, для того, чтобы помолиться и поблагодарить Господа за Его милости. Мы будем молиться сегодня о некоторых больных, точнее, мы будем молиться о всех больных, но некоторых я отмечу особенно. Два дня назад или три дня назад я получил звонок, что тяжело болеет сестра Лидия Леонтьева, воспаление легких. Она была в какое-то время в больнице, сейчас находится дома. Будем молиться, чтобы Господь благословил, укрепил ее, дал ей здоровье. Непривычно видеть брата Михаила одного, да, всегда они вместе, но попросим, чтобы Господь восстановил ее и вернул ее силы. Поступила записка. Дорогая церковь, прошу помолиться за человека, который уже долгое время болеет, чтобы Господь исцелил его от болезней, и не только тело, но и душу его спас от смерти, чтобы он послал этому человеку покаяние. Он недалеко от Царствия Божия, но не в Царствии Божьем. Эта сестра Ира написала записку. Ну и вы знаете, у нас в церкви есть целый список больных, которые нуждаются в наших ежедневных, ежечасных молитвах. Пожалуйста, молитесь. Это и, ну я назову тех, кто тяжело болеет, это Даник Шевчук, Лариса Киселева. У нас есть, у нас есть больше больных, поэтому, пожалуйста, всегда на руках молитвы несите. А? Надя Тарасова уже здесь. Ну какая же уже больная? Уже, уже здоровая. Тогда и так мы всех можем перечислить. Уже нога не работает. Мы молимся, Надя. Вы у нас в постоянных молитвенных списках. Да, пожалуйста. Вот видел, сестра Василина, мы молились, сегодня она здесь. Она говорит, вчера целый день собиралась силой, чтобы сегодня прийти на собрание. Вот я думаю, бабушка болеет, да. Да, поэтому правильный совет я передам от сестры Василины. Субботу собирайте силы на воскресенье. Вот весь день, если вы будете собирать силы, то воскресенье будете здесь в полной, в лучшей форме. Да, это совет от нашей старицы. Я попрошу всех встать. Еще одно объявление. Завтра дьяконский совет. В понедельник в 7 часов вечера здесь, в церкви. В 7 часов вечера дьякана собираются в церкви. Мы сейчас помолимся и будем участвовать в материальном служении. Дорогой Господь, слава и благодарность Тебе за Твою любовь, милость, за то, что Ты слышишь молитвы наши, за то, что ухо Твое, оно открыто, Господи, то, чтобы внимать просьбам народа Твоего, Господи. Ты всегда видишь то, что происходит с нами, Ты всегда видишь, что происходит внутри церкви, что происходит в наших домах, в наших семьях, Господи. Ничто не сокрыто от Тебя. Ты Бог всезнающий, Ты Бог всеведающий, но Ты Бог и всемогущий. Поэтому мы обращаемся к Тебе в молитвах наших. И мы просим и умоляем, Господи, Ты услышь молитвы и просьбы наши, особенно тех, кто болеет, особенно тех, Господи, кто находится в страданиях, в переживаниях, в переживаниях, Господи, кто, может быть, не видит впереди будущего, кто, Господи, не имеет мира дома, не имеет мира в семье, Господи, кто заблудился, кто потерял из вида Тебя, кто не знает, каким образом ему идти дальше, каким образом дальше жить. Боже мой, все в Твоих руках. И мы просим и умоляем за всех этих людей. Пошли исцеление, пошли избавление, Господи. Пошли облегчи страдания тех, кто мучается, кто болеет. Господи, прошу Тебя за тех, кто нуждается в обновлении покаяния, Боже мой, мы просим Тебя об этом. За тех, о ком мы молимся, Господи, кто находится близко к Царству Твоему, но еще не находится вне этого Царствия, мы просим и умоляем, посети таковых, достучись, Господь, в их сердца. Особенно, Господи, просим за тех, кто находится или в Церкви, Господь, или рядом с Церковью. Это и посетители нашей Церкви, Господь, дети наши. Боже мой, мы просим и умоляем, пошли им покаяние, пошли им, Господи, истину в сердце их, чтобы они взыскали Тебя и нашли, Господи, и пришли к Тебе как к Своему личному Спасителю. Молим также и за Церковь нашу. Благослови, Господь, все предстоящие мероприятия, которые будут внутри Церкви, Господь. Благослови Церковь ростом, духовным, Господи, численным. Мы просим Тебя об этом всегда и умоляем. Благослови, Господь, и сейчас, когда мы будем приносить этот дар Тебе, Господь. Пусть этот дар будет от чистого сердца, пусть через это Царствие Твое здесь, Господи, будет иметь приобретение. Дай, Господи, чтобы это жертва, Господь, эти материальные средства принесли пользу, Господь, и еще многие могли возрадоваться и возвеселиться истине Твоей, которая звучит здесь на земле. Благослови, Господь, каждого, кто совершает этот труд, это служение. Благослови каждую дающую руку. За все, за все будешь Ты прославлен и возвеличен. Наш Господь во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Общим пением 866 номер «Всегда удивляться я должен». Всегда удивляться я должен, Христос, что нас возлюбил. Ведь я был неправда исполнен, А Ты кровь за нас пролил. Повесть чудная, вечно новая, Слушать я ее готов. Повесть чудная, вечно новая, Проспасителя любовь. Он молит за нас, где всем они, Отец, воля пусть Твоя. Повесть чудная, вечно новая, Проспасителя любовь. Вот ангел от Бога не сходит, Христа, чтобы подкреплять Борьбеги всеманской суровой, И я должен был страдать. Повесть чудная, вечно новая, Проспасителя любовь. Проспасителя боя. Дозамеем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Наши искупенье Субтитры делал DimaTorzok Христос Добавил DimaTorzok 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 Христос Добавил DimaTorzok 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 Вот Пилат пред толпой, умывающий руки Вот и крест, и удар палача Ты сойди со креста, мы поверим в Мессию В твое царство в небесных краях Все стерпел, искушения все пересилил Отче, воля Твоя, Твоя Я колени склонив, на Голгофу взираю Бог смирению учит меня Пусть пройдет моя жизнь так, как Он пожелает Отче, воля Твоя, Твоя, Аминь Отче, воля Твоя, 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 Аминь Жизнь не река бежит, вечность она ведет Кто грех свой победит, вечную жизнь войдет Нужно Иисуса искать, нужно Его найти Вечную благодать верою обрести Вера нелегкий путь, у закон и тернист Главное не свернуть, главное прямо ввысь Вера нелегкий наш путь, но нет путей иных Чтобы к Христу прильнуть в царстве Его святых Вера нелегкий наш путь, но нет путей иных Чтобы к Христу прильнуть в царстве Его святых Верю Господь Иисус, верю Ты мой Творец Верю, отрешь слезу, дашь славы мне венец Верю, что день тот придет, примешь меня Иисус Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь Аминь Верю, ты мой Господь, верю, не постыжусь Верю, ты мой Господь, верю, не постыжусь Только чтобы к Христу пр SG-1 bit kombion Друзья, не забыты своих концов. Если магия, если магия, Не тяжко спасите мой страдал, И скорбный час к отцу взывал, Весь плане Иисус страдал. ПЕСНЯ 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 К отцу церевал, В Герсимале Иисус растянул. В Герсимале Он в борьбе устал, И огнем с небес Его укрепал. Со мною, молитель, Сужбы замчаст, Беспаст и ребра Всерко сеет вас. Герсимания, Герсимания, Гретяшка, Спаситель мой страдал, И скорбный час, К отцу церевал, В Герсимале Иисус растянул. Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую вас, братья и сестры. Не знаю, пришел кто-то сегодня раньше на час в церковь? Нет, часы перевели. Для меня в этом году я особо почувствовал это. Бог мне реально просто подарил один час. Когда готовишься к проповеди, вообще много времени на это уходит. Не знаю, кто проповедует, те знают. И у меня маленькие дети дома. Мне иногда найти какой-то тихий угол очень тяжело. Поэтому вчера я просто решил приехать в церковь вот сюда и готовиться к тому, что я буду сегодня говорить, то, что Бог положил мне на сердце. Я сидел допоздна, и когда я уже смотрел на часы, думаю, ну ладно, до двух посижу и поеду домой. И сижу, 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 смотрю, два, все нету и нету. А потом только понял, что эти часы перевелись обратно, и стало опять час ночи. И еще Бог мне подарил времени. Тем не менее, сегодня мы с вами в церкви для того, чтобы мы вспомнили о страданиях Иисуса Христа, вспомнили о той голговской жертве, о том подвиге, которую совершил Иисус Христос. И я хочу сегодня... А, Илья, а можешь, пожалуйста, включить слайд? Я хочу сегодня поговорить о последователях Иисуса Христа, о нас с вами. Возможно, кто-то еще не следует за Иисусом Христом. И я хочу для примера показать жизнь Авраама. Жизнь Авраама и его поступки веры, они в какой-то степени даже пересекаются с тем, как Господь имел какие отношения со своим сыном Иисусом Христом. Мы видим в отношениях Авраама с его сыном Исааком. Для того, чтобы... Хочу заострить ваше внимание на одной важном моменте, чтобы мы прослеживали эту мысль на протяжении всей проповеди. Эта мысль звучит так, чтобы что-то приобрести, нужно обязательно что-то потерять. И вот у меня вот такие три примера есть. Например, чтобы приобрести ребенка в семье, что для этого нужно? Для этого обязательно происходят какие-то затраты. Родители теряют сон, родители теряют какие-то финансовые средства, родители теряют какие-то, возможно, даже здоровье иногда теряют родители. И все для того, чтобы у них что-то появилось. Появился ребенок. Долгожданный ребенок, возможно. Мы вот вспоминали в прошлый раз о жатве. Мы видели эти все плоды. До сих пор еще некоторые остались. Но чтобы их вырастить, чтобы что-то получить, нам обязательно нужно что-то потерять. Нам нужно потерять наше время, потратить наши деньги, усилия для того, чтобы что-то приобрести. И такой шуточный вопрос. Потерять вес – это приобретение или потеря? Потерять вес – на самом деле это приобретение, потому что если людям тяжело передвигаться, они чувствуют в себе лишний какой-то вес. Потеря этого веса является на самом деле приобретением. Но для того, чтобы это приобретение было, нужно потратить массу усилий, нужно соблюдать какие-то диеты, нужно ходить в тренажерный зал, в джим, нужно заниматься и следить за своим здоровьем, правильно питаться – это и есть потери. Человек сам себя начинает ограничивать в чем-то. Христос однажды сказал… Хочу еще обратить внимание, я сегодня буду читать из Библии, из нескольких разных переводов. Я не знаю, или видно, вроде видно, из какого перевода я добавил тексты, поэтому вначале я начну с трех переводов сразу, я прочту все три, а потом дальше вы сами следите, из какого перевода я читаю. Значит, Христос однажды сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Это текст, к которому мы привыкли, это синодальный перевод. В новом русском переводе есть очень интересное слово. «Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за Мной». Я хочу обратить внимание на слово «последователем». И на английском для молодежи прочту, «If any of you want to be my follower, you must give up your own way, take up your cross and follow me». Я хочу, чтобы мы сейчас подняли руку, кто является последователем Иисуса Христа. Поднимитесь, не объясняйтесь, кто последователь Христа. Возможно, есть из нас люди, которые, возможно, еще не являются последователями, но они, возможно, хотят ими стать. Я хочу сказать вам, что когда человек следует за Иисусом Христом, то в его жизни, послушайте, в его жизни обязательно происходят испытания. У человека, который хочет следовать за Иисусом Христом, в его жизни обязательно происходят испытания. Кто-то из вас может задаться вопросом, «Ну почему так? Зачем эти испытания? Неужели нельзя просто вот так вот легко следовать за Господом, чтобы не было никаких испытаний?» Господь говорит, что когда человек становится последователем Иисуса Христа, прежде чем Господь может поручить какое-то задание, какое-то служение человеку, поручить ему какую-то работу, этот человек обязательно должен быть испытан Богом. Бог не поручает никакое дело, никакую работу человеку, который не испытан, который не прошел какой-то тест на то, что этот человек действительно имеет веру, и он может устоять в трудных ситуациях. И вот что говорит апостол Иаков, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте это великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. «Дорогие братья и сестры, когда проблемы любят вашей веры, considерь это возможность для великой радости. Потому что вы знаете, что когда ваша фаза тестирована, ваша верность имеет возможность увеличить. Поэтому дайте это увеличить. Потому что, когда ваша верность полностью развивается, вы будете perfect and complete, не нужны ничего». Для того, чтобы мы лучше могли понять, о чем здесь идет речь, я хочу вернуться к примеру, о котором я говорил, я хочу рассказать об Аврааме. В его жизни очень хорошо прослеживались испытания, и в этих испытаниях можно увидеть самый яркий пример вообще в истории человечества, когда Господь обращается к Аврааму и говорить ему взять его сына, единственного сына, и принести его в жертву. Но прежде чем мы поговорим об этом, я хочу обратить внимание на его жену Сару, которая тоже имела уникальную веру. Посмотрите, что написано в послании к евреям. «Верой Авраам стал отцом, хотя и сама Сара была бесплодна, и он был уже стар, ведь они полагались на того, кто обещал им. И таким образом от одного человека, тело которого состарилось, произошло столько людей, сколько звезд в небе, и сколько песчинок на берегу моря. It was by faith that even Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. She believed that God would keep her promise. And so a whole nation came from this one man who was as good as dead, a nation with so many people, that like the stars in the sky and the sand of the sea shore, there is no way to count them. Я хочу отметить, что у Сары была действительно уникальная вера. И вообще, женщины, которых мы встречаем на страницах Библии, как Девора, которая была судьей израильского народа, Есфирь, которая спасла Израиль, жертвуя своей жизнью, Руфь, Мария, которая родила Иисуса Христа, у них у всех была уникальная вера. Те вещи, которые они делали без веры, они не могли просто быть. Но Сара, она хоть и попала в список тех женщин, в вере которых следовало бы подражать, на самом деле мы можем обратить внимание, что не так уж и много было у нее этой веры. Когда Господь пришел к Аврааме и Саре, сказать, что у них будет сын, на тот момент Саре было 65 лет, а Аврааму 75 лет. После того, как они узнали, что у них будет ребенок, прошло 10 лет, но ничего не происходило. И Сара решила, что уже ничего и не может быть. И она решила, что, наверное, Богу нужно помочь. Понимая, что она в молодости не могла родить, а сейчас ей уже 75, она предложила Аврааму, почему бы тебе не жениться на моей служанке, она намного моложе, она еще способна родить ребенка. Авраам отреагировал на такое предложение, наверное, слишком быстро. Раз и готова, действительно, через 9 месяцев уже у него был сын. И это привело к тому, что Сара начала чувствовать себя обиженной. Она начала злиться на своего мужа, она начала ущемлять эту свою служанку. И это приводит нас к следующему выводу. «Каждый раз, когда неверующий человек пытается решить проблему, Он создает еще большую проблему. Вдумайтесь в эти слова. Каждый раз, когда неверующий человек пытается решить проблему, Он создает еще большую проблему. Бог, Он хочет что-то исполнить. Он хочет исполнить свое желание. Он хочет исполнить свое желание таким путем, каким Он задумал. И в то время, в которое Он запланировал. Бог не хочет, чтобы мы исполняли волю так, как мы это считаем правильным. Или так, как мы себе это вообще представляем. Богу не нужны никакие наши манипуляции. Богу не нужны наши подсказки, советы, умные какие-то или креативные идеи. Ему не нужно говорить, когда что-то нужно делать. Бог хочет исполнять свою волю таким образом, каким Он задумал. И в то время, когда Он это запланировал. Но иногда мы с вами, узнавая Божью волю, четко понимая, что нужно делать, мы пытаемся это ускорить. Мы считаем, что Богу нужно в чем-то помочь. Это часто проявляется, особенно в молодом возрасте, когда парень или девушка хотят жениться, выйти замуж. Где же им искать жениха и невесту? Ну, они начинают просить у Бога, чтобы Бог им показал. И у многих из них не хватает терпения. В церкви, в которой они ходят, они потенциально не видят свою вторую половинку. И у них вкрадываются мысли, что вне церкви есть парни и девушки, которые не такие плохие, может быть, даже намного лучше, чем в нашей церкви. И начинают посещать мысли, что это, наверное, воля Божья, чтобы я познакомился с какой-то девушкой или парнем и таким образом привел их в церковь. Знаете, Библия нас четко предупреждает о таких вещах. Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими. Что общего у праведности с грехом? Что общего у света с тьмой? Или у Христа с дьяволом? Что общего у верующего с неверующими? И у Храма Божьего с идолами? Если вы скажете мне, что Господь хочет, чтобы верующие люди именно таким образом приводили к себе неверующих людей, то у меня лично есть свидетельства противоположные. Как мои знакомые женились и выходили замуж за неверующих, и вместо того, чтобы они приводили их в церковь, случалось все наоборот. Их неверующие супруги тянули их вниз, и духовность этих людей нападала. Если ты понимаешь, что Господь все делает по своей воле, своим путем и в свое время, значит, ты обязательно получишь правильную девушку или правильного парня, чтобы построить свой брак. И самое правильное для этого места – это, конечно же, церковь. Иногда мы торопим Бога в финансовых вопросах. Мы Его о чем-либо просим, и вместо того, чтобы дождаться ответа, мы идем в банк и открываем очередную кредитную карточку. К большому сожалению, американская финансовая система, она идет абсолютно вразрез с библейскими принципами. Когда мы приходим в Росс или Маршаллс, в Норстромраг, набираем вещей, подходим к кассе, какой обязательный вопрос мы с вами слышим? Не желаете ли вы открыть карточку и сэкономить 20%? Вот сразу здесь, сейчас. Это же самый первый вопрос, который на кассе звучит. И знаете, очень заманчиво. Ты открываешь одну карточку, потом вторую, третью, пятую, десятую. Платеж как будто бы маленький, да? Но эти карточки собираются, собираются. И по статистике ты выплачиваешь свой кредит, по американской статистике, выплачиваешь его около пяти лет. При этом ты переплачиваешь за свою покупку в 2-3 раза. При этом иногда ты забываешь платить. Иногда у тебя нет денег, чтобы заплатить. Ты начинаешь платить штрафы. И в итоге твоя кредитная история падает, она идет вниз. Платежи начинают душить тебя. Ты начинаешь за это переживать. Тот телевизор, который ты купил в кредит, уже не работает. Это еще пару сотен долларов за него еще должен. В 2015 году общий долг по кредитным карточкам в США за 2015 год составил почти 938 миллиардов долларов. Это больше, чем годовой бюджет Бельгии и Дании вместе взятые. На март месяц 2016 года в Орегоне долг каждого человека в среднем составляет 4921 доллар. Каждого человека. Посчитайте, 4 человека в семье – 20 тысяч долларов долг. Библия нас и здесь оставляет, нам дает ответ. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Братья и сестры, когда мы хотим поторопить Бога в финансовом вопросе, и мы уже пришли в банк, нам нужно просто остановиться, помолиться и сказать, Господи, мне нужна Твоя помощь. Мне не нужна еще одна кредитная карточка. Мне, возможно, не нужна эта новая покупка. Мне нужна Твоя помощь. Каждый раз, когда неверующий человек пытается решить проблему, он создает еще большую проблему. Итак, чтобы что-то приобрести, нужно обязательно что-то потерять. Вот эти знаки хлеб и вино, о чем они нам должны сегодня говорить? Они говорят о том, что Христос что-то приобрел. Они говорят о том, что после того, как он заключил новый завет с его учениками, с его последователями, с нами, кто принял его как личного спасителя, он приобрел церковь, а взамен отдал свою жизнь на Голгофском кресте. Вернемся к истории с Авраамом и Сарой. После того, как у Авраама родился Измаил, прошло еще 13 лет, и Господь снова приходит к ним и говорит, «Сара, ты меня не поняла 23 года назад. Я имел в виду, что ты станешь матерью. Не Агарь, не кто-то другой. Именно ты. Ты будешь беременной, ты родишь, ты будешь кормить и воспитывать сына». В этот момент ей было уже 89, почти 90. Аврааму было 99, уже почти 100 лет. Какая реакция была у Сары? Мы считаем, да, конечно, она рассмеялась. Господь спросил, неужели есть что-то тяжелое для Господа? Что здесь смешного? Она говорит, я не смеялась. Мы говорим, нет, нет, ты смеялась. Реакцию Сары можно понять. Но знаете, что больше всего меня удивляет? Когда мы читаем 11 главу послания к евреям, нигде нет того, нигде не написано о том, что Сара сделала какую-то ошибку. Нигде нет того, что она рассмеялась. Нигде нет того, что Господь ей сделал замечание. Но в этой главе записано то, что она поверила. Там записан список людей, не тех, которые потерпели поражение, а тех, которые победили. И Бог их записал в список тех людей веры, великих мужей веры. И отсюда можно сделать замечательный вывод. Бог не собирает у себя список ваших поражений, падений, ошибок, неправильных решений, чтобы вас наказать. Но Он хранит у себя список ваших побед, ваших шагов веры и доверия Ему для того, чтобы потом вас вознаградить. Вот какой великий наш Бог. Он говорит Исаии, «Я сам изглаживаю преступления твои, ради себя самого и грехов твоих не помяну». Поэтому, когда ты становишься христианином, когда ты становишься последователем нашего Господа Иисуса Христа, ты становишься новым человеком. Господь на себя берет все грехи и больше никогда о них не вспоминает. Итак, самый яркий пример веры в истории всего человечества – это когда Господь обращается к Аврааму и говорит ему взять сына и принести его в жертву. И смотрите, что написано в 11 главе Евреям. «Верой Авраам, когда Бог испытывал его, принес Исаака в жертву. Ему было дано обещание, и он готов был принести в жертву своего единственного сына, и это невзирая на то, что Бог сказал ему, через Исаака ты будешь иметь потомство, которое я тебе обещал». И обратите внимание, Авраам считал, что Бог может даже воскрешать из мертвых. И, образно говоря, Исаак был действительно возвращен ему из мертвых. Давайте посмотрим, как же звучало это повеление Господа в книге «Бытие». Это записано в 22 главе. Спустя какое-то время Бог подверг Авраама испытанию. Он сказал ему, «Авраам, я здесь», – ответил Авраам. Бог сказал, «Возьми сына своего единственного сына, Исаака, которого ты любишь, и иди в землю Мария, и принеси его там в жертву, все сожжения на горе, на которую я укажу тебе». Я снова хочу повторить, «Если ты хочешь быть последователем Христа, то в жизни ты обязательно будешь подвергнут испытанию. Ты обязательно должен будешь пройти через разные тесты, через которые Господь будет проверять твою веру. Это наша жизнь, христиан. Постоянно проходи через какие-то тесты, через какие-то испытания, для того, чтобы вера наша росла». Но у Авраама этот тест был неимоверно тяжелым. Таким сложным, что я не знаю, был ли еще один такой человек, который должен был бы пройти через такие же испытания. Я думаю, что такому тесту, такому испытанию, такого высокого уровня подвергаются люди очень и очень редко. Авраам был одним из тех людей, которым ему пришлось испытать это на себе. Но Господь послал ему такое испытание, потому что знал, что Авраам с ним справится. Послушайте, Бог знает, что ты можешь выдержать. Бог знает, что ты можешь выдержать. Бог не посылает ничего сверх сил человека. Если сейчас ты находишься в трудном, в тяжелом положении и жалуешься, что тебе очень тяжело, ты не можешь этого выдержать, то это неправда. Ты можешь. Иначе Господь бы не допустил это в твоей жизни. Этого испытания, этого теста не было бы в твоей жизни, если бы ты не мог его выдержать. Господь испытывает трудности своих последователей, но всегда наблюдает, как мы справляемся с этим. Господь знал, что бы ни произошло, Авраам обязательно извлечет из этого положительный урок. Я не знаю, через какие трудности вы сейчас проходите. Финансовые, возможно. Какие-то семейные проблемы. Возможно, потеря близкого человека. Или, может быть, кто-то сейчас проходит трудности и болезней. Сегодня мы слышали, да, сколько больных у нас в церкви. И позвольте мне чисто по-нашему, по-семейному назвать имена. Семья Даника Шевчака, семья Киселевых, другие семьи, которых болеют родные. Я хочу вас ободлить. Хочу напомнить, что Бог не посылает испытания сверх ваших сил. Вы можете с этим справиться. Вы сейчас проходите те моменты, трудные моменты, чтобы ваша вера выросла. Знаете, если кто-то думает, что, ну, тебе, наверное, легко говорить, у тебя нет проблем никаких. Знаете, нелегко. Я хочу сказать, что моя семья сейчас тоже проходит через ряд, через ряд тестов, через ряд испытаний. У меня через неделю будет операция. Достаточно серьезная, сложная операция. Я прошу вас молиться обо мне. И знаете, я верю в то, что Господь все просто так случайно не делает. Господь использует наши победы для того, чтобы мы могли ободрять друг друга, чтобы мы могли говорить об этом, поддерживать в трудную минуту. Бог, Он контролирует каждую ситуацию. Не ты контролируешь, а Бог контролирует. И те, кто следует за Христом со всей верой и уверенностью, проходя через трудности и испытаний, должны выходить победителями. И тогда Господь вашу победу сможет использовать как инструмент для того, чтобы исполнять свою волю в жизни других людей. Возвращаясь к Аврааму, Бог сказал ему принести в жертву самое дорогое, что у него было, своего сына. Кстати, это был последний урок в жизни Авраама. До этого у него были еще уроки, еще испытания, еще тесты. Первое испытание это было у него, когда Господь сказал ему оставить всех родных и переехать в другую страну. Знаете, большинство из нас тоже проходили этот тест, когда мы переезжали в другую страну, но разница в том, что Авраам не знал, будет ли ему в новой земле лучше или хуже. И он этот тест сдал, но, скажем так, на троечку, на си, студенты. Он послушался Бога, но не совсем. У него возникли потом из-за этого трудности. Вы возьмите, почитайте историю про Авраама. Очень интересная история. Второе испытание это был голод. И как Авраам отреагировал на голод? Он сбежал в Египет, там обманул фараона по поводу своей жены. Бог его из-за этого наказал. И он с этим тестом, можно сказать, не справился. Он провалил этот тест. Третье испытание, когда происходил дележ земли с его племянником Лотом. Вот здесь Авраам уже проявил мудрость. Он говорит своему племяннику, ты пойдешь налево, я пойду направо. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Здесь Авраам поставил нужды Лота выше себя. И как мы знаем, Господь его за это благословил. Четвертое испытание, о котором мы уже говорили, это рождение сына. И мы уже говорили о том, что он провалил этот тест. Он принял неверный совет жены и родился Измаил, и это принесло много других проблем в его жизни. И вот пятый и самый сложный тест, который происходил в его жизни. Господь говорит, я хочу, чтобы ты принес мне в жертву твоего сына. Позвольте мне предположить, я не знаю, было ли это так или не было. Позвольте мне пофантазировать, может быть. Представьте себе, что Исаак мог стать для Авраама и Сары самым, самым, что не есть, дорогим, что у них вообще было. Вот просто они из своего сына сделали своего идола. Весь свет крутится вокруг их сына, и все, что не происходило, все сводилось к тому, чтобы их сыну было хорошо. Знаете ли вы, что много вещей в нашей жизни могут стать идолом? Это не обязательно какие-то плохие вещи. Я думаю, наверное, вы сразу подумали за телевизор, за интернет, за мобильный телефон. Очень часто в жизни достаточно хорошие вещи могут стать идолами. Например, много людей могут сказать, что семья для меня это номер один. Семья это самое главное, что есть в моей жизни. Нет ничего важнее, чем моя семья. Вообще-то, знаете, это немножечко неправильно. Бог должен быть номер один в вашей жизни, не семья, Бог. Сам Иисус Христос сделал такое сильное заявление, кто хочет быть моим учеником, тот должен, что? Тот должен ненавидеть отца и мать, жену и детей, братьев и сестер и вообще ненавидеть свою жизнь. Только те могут быть моими учениками, сказал Христос. Неужели Христос действительно призывает нас к ненависти? Нет, это, конечно же, не так. На самом деле, мы должны понимать, что Иисус имел в виду, что мы должны своих родных любить меньше, чем Бога. Знаете, вся красота заключается в том, что чем больше мы любим Бога, тем больше мы любим наших родных. Чем больше я люблю Бога, тем больше я люблю свою жену. Чем больше я люблю Бога, тем больше любви у меня есть для моих детей. Бог всегда находится на первом месте. Это расставляет все приоритеты на свои места. Иногда мы встречаем такие семьи, у которых спрашиваешь, ну, почему тебя не было в церкви? Они отвечают, ну, у нас только родился ребенок, мы не хотим его приносить, он там какую-то заразу поцепит и будет болеть. Проходит три-четыре года, мы спрашиваем, почему ты в церковь не ходишь, у тебя уже ребенок вырос, мог бы его в воскресную школу водить. Ой, нет, я боюсь, что мой ребенок там какую-то заразу поцепит, мы прививки не делаем. Потом этому ребенку уже 18 лет, ты спрашиваешь тот же вопрос и отвечаешь тот же ответ. Мы боимся, что ребенок заразу какую-то поцепит. Понимаете, это становится привычкой, привычкой не посещать Дом Божий. Это нужно прививать с самого детства. У других идолом может стать их собственное тело, все внимание телу. Женщины могут проводить массу времени в маникюрных салонах, парикмахерские, фейши, массажи, салоны разные, косметика. Мужчины могут проводить массу свободного своего времени в джиме, где они накачивают свои мышцы и они с работы сразу туда и потом домой спать. У других идолом может стать их машина, карьера, дом. И вот Бог приходит к Аврааму и говорит, отдай мне самое дорогое, что у тебя есть, твоего сына. И посмотрите, как Авраам отреагировал. На другой день рано утром Авраам встал, оседал осла, взял с собой двух слух и так далее. Обратите внимание, на другой день рано утром. С какой скоростью Авраам отреагировал? Бог знал, что Авраам справится с этим испытанием. Авраам встал и говорит, сын, пойдем, нам нужно переосмыслить нашу жизнь. И это нас подводит к последнему выводу. Последователи Христа отдают абсолютно все Богу, потому что они понимают, что абсолютно все, что у них есть, это Его. Послушайте, наши дети на самом-то деле, они принадлежат Богу. Они нам не принадлежат, они принадлежат Богу. Наша с вами задача сделать все необходимое, чтобы дети знали, что они принадлежат Богу, чтобы они были научены тому, что Господь их Отец. Вот наше предназначение, как родителей. Каждый талант, каждый навык, каждое умение, которое у тебя есть, все у тебя от Бога. Все, что у тебя есть, все, что ты приобрел, заработал, это все принадлежит Богу. И тогда ты не считаешь, сколько денег с зарплаты отдать Богу, 10%, или может быть меньше, или может быть чуть больше, а ты считаешь, сколько с этой зарплаты Бог мне оставил. И Господь ждет, что ты ему скажешь, Господи, все, абсолютно все, что у меня есть, я отдаю тебе. Авраам именно так и поступил. Он отдал своего сына на смерть. И мы видим очень яркую, ясную картину того, что произошло на Голговском кресте. То испытание, через которое проходил Авраам и Исаак, они напрямую пересекаются с тем, через что Бог проходил Иисус Христос. Эти символы хлеб и венок говорят нам о том, что именно так поступил Бог по отношению к нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он взял Своего единственного Сына и отдал Его на смерть, только ради того, чтобы построить с нами отношения. Позвольте мне спросить, есть ли у вас эти отношения с Богом, ради которых Он отдал Своего Сына? Можешь ли ты сегодня отдать все самое ценное, самое дорогое, что у тебя есть, ради отношений с Богом? Мы сейчас будем участвовать в вечере, и когда мы будем брать хлеб и вино, попробуйте проверить ваши отношения с Богом. кто помнит, я уже как-то говорил, что вечеря это кровный завет между Богом и человеком, который подразумевает отдачу самого дорогого, самого ценного, что у тебя есть. Господь отдал своего Сына, а что можешь отдать Ему ты? Аминь. Будем молиться. Господи, мы склоняемся в этот час перед тобой, и мы благодарим Тебя за этот чудесный пример веры, который ты оставил на страницах Писания. Мы благодарим Тебя, Господь, что Авраам когда-то послушался Тебя и оставил нам этот огромный пример веры, и чтобы мы могли применять его в нашей жизни, Господь. Помоги нам всегда надеяться только на Тебя. Помоги нам всегда отдавать все, что нас держит и привязывает здесь на земле, Тебе отдавать, Господь, потому что все, что у нас есть, принадлежит Тебе. Слава Тебе, Господь, за жертву Иисуса Христа, за то, что Он пришел в этот мир, пострадал за наши грехи, и теперь мы имеем вечное спасение в Тебе, Господь. Помоги нам всегда быть Твоими последователями и всегда во всех испытаниях, во всех тестах, которые Ты, Господь, посылаешь в нашу жизнь, всегда крепко стоять и быть верными Тебе до конца. Благослови, Господь, нас, благослови нашу церковь. Слава Тебе за все, великий Бог. Аминь. Мы будем приступать ко второй части нашего служения, служения Хлебопреломления. И я попрошу братьев, это Проценко, Гурник, Желобнюк и Соловых, пожалуйста, братья, выйдите и братья приготовят себя. Мы все вместе, сидя, споем один куплет номер 417 и после этого пения будем приступать к вечере Господней. 417, кто поднимет, свой взор. Играет музыка, Субтитры создавал DimaTorzok Мы совершаем молитву, но перед тем, как мы совершим молитву, я хотел бы прочитать и Слово Божие. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господне. Когда-то апостол Павел положил базовые принципы проведения хлебопреломления. Они заключались в одном таком коренном слове, и это звучит так, рассуждая о теле Господне. Для того, чтобы хлебопреломление не превратилось в какой-то обряд, не превратилось в рутину, нельзя быть последователем Иисуса Христа только когда ты пришел сюда. Нельзя быть, ты целый месяц не был последователем, вдруг ты здесь стал последователем Иисуса Христа. Это абсолютно неверное. И наоборот, если ты весь месяц шел, и вдруг что-то тебя соблазнило, что-то тебе не дает сегодня покоя, и ты не можешь участвовать в хлебопреломлении. Это важный день, когда ты должен стать и быть именно последователем, доказывая это. Итак, рассуждая о теле Господне, перед тем, как мы совершим молитву, я сделаю небольшую паузу. Если кто-то из вас захочет помолиться, пожалуйста, помолитесь. Будем молиться. Отец Небесный, наш Господь и Бог, здесь, на этом месте собрались дети твои, последователи твои, люди, которые посвятили для тебя всю свою жизнь, Господи, и мы благодарим тебя за это, наш Господь и Бог. Это та небольшая благодарность, которую, Господи, мы сегодня проявляем по отношению к тому, что сделал твой Сын Иисус Христос. И мы, Господи, и благодарим, и славим тебя за твою любовь к каждому человеку, наш Господь и Бог, за то, что ты в своей любви к человеку посылаешь Иисуса Христа, нашего Господа, нашего Спасителя, на эту землю, наш Господь и Бог. И мы благодарны тебе, что на протяжении многих-многих веков христиане поступали точно так же, как поступаем мы, Господи, прославляя смерть и воскресение Иисуса Христа, Господа нашего, что мы и хотим сделать сегодня. Благослови наше участие в хлебе и благослови наше участие в вине. Тебе за все слава. Аминь. Мы стоя выслушаем, как это сделал когда-то Иисус Христос. И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием. И сказал им, примите, и взял хлеб, и благодарив, сказал, примите и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И взял хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. И взял хлеб, и благодарил. Отец Небесный, наш Господь и Бог, мы благодарны Тебе, благодарны Тебе сейчас за то, что, Господи, Ты присутствуешь здесь, присутствуешь на этом месте. Господи, это мы ощущаем через действие Духа Твоего Святого. Господи, и вспоминаем подвиг Сына Твоего, Иисуса Христа, который пришел, который был на этой земле. Господи, мы это подтверждаем тем, что мы приходим сюда. Мы это подтверждаем тем, что мы читаем Слово Твое. Мы это подтверждаем тем, что мы исповедуем Слово Твое и поступаем, и живем, и действуем по Слову Твоему, Господи. И также мы верим, Господи, подтверждаем сегодня перед всеми живущими на земле, перед духовным миром, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Его страдания – это жертва за мои грехи, жертва за всех тех, кто, Господи, стоит здесь, за всех тех, кто еще когда-то будет участвовать или участвовал в хлебопреломлении. И сегодня мы благодарим, славим и прославляем имя Твоего единородного Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил этот хлеб и благословил наше участие, чтобы оно было не в осуждении, но для прославления имени Твоего Святого. Аминь. Я хотел бы напомнить, что хлебопреломление имеет право принимать участие все те, кто находится в мире с Господом, все те, кто не стоит на каких-то замечаниях и находятся в мире друг с другом. Пожалуйста, участвуйте. Если люди не чувствуют себя достойными в участии, пожалуйста, воздержитесь. И те, кто находится на замечаниях, также воздержитесь. Взял хлеб и преломил. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Слава Господу. Я вас всех поздравляю, поздравляю с участием в вечере Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы все встанем и все вместе совершим молитву Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, а избавим нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Пожалуйста не присаживайтесь, мы сейчас совершим молитву благодати, но перед тем, как мы помолимся и разойдемся, я сделаю одно небольшое объявление. Вот у нас остались фрукты и у нас остались овощи. Пожалуйста, кто хочет, заберите вот эти яблоки, можно смело дергать вниз вместе с леской, ничего страшного. Вот. И там они, да. А те, которые останутся, пожалуйста, уберите, что к следующему собранию их не было. И если у нас есть приветы, пожалуйста, можете передавать. Нет, привет. Кто будет от нас отъезжать, передавайте самые сердечные приветы. Сегодня вечернего собрания не будет. Давайте помолимся. Отец наш небесный, наш Господь и Бог, мы славим, мы благодарим Тебя, Господи. Мы с радостью возвещаем и говорим о том, что мы последователи Твоих, Господи. И сегодня мы это подтверждали, подтверждали тем, Господи, что мы участвовали, говорили, проповедовали о том, что Иисус Христос, Сын Твой, приходил на эту землю. Мы говорили о том, что Его тело, Господи, оно пострадало, оно было принесено в жертву. Его кровь омыла и очистила нас от всякого греха, и мы славим, мы благодарим Тебя, Господи. И мы просим Тебя, чтобы Твои благословения никогда не оставляли нас, Господи, чтобы, называясь последователями до протяжения всей нашей жизни, мы, Господи, действительно были ими, чтобы Ты благословил нас на всю эту предстоящую неделю, Господи. Мы поедем и поедем в различные места, мы будем учиться, мы будем работать, Господи, где бы мы ни находились. Мы просим, чтобы Твой мир, Твои благословения, Твоя, Господи, Твоя забота, они всегда пребывали в нашем сердце, в нашей душе, они всегда, Господи, пребывали над нашими семьями, над нашими близкими, над нашими родственниками. Господи, мы взываем и просим Тебя о тех, которые не знают Тебя, о наш Господе Бог, о наших, особенно близких и родных, особенно, Господи, за наших друзей и соседей. Мы просим, чтобы Ты коснулся их духом Твоим святым. Также мы взываем и просим Тебя о тех, кто лежит на одре болезни. Сегодня перечислялись эти имена, Господи, кого не сказали. Мы также, Господи, просим Тебя, наш Господь и Бог, чтобы во всех этих испытаниях Ты послал утешение. Господи, Ты послал надежду, Ты послал выздоровление. Мы верим, что Ты это сделаешь, наш Господь и Бог. Хвала, слава и благодарность Тебе за все, за все. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим.